Хэ-хэй! Всем привет, чуваки! С вами снова Бэмби. В этот раз мы в танковых реалистичных боях War Thunder. На американском танке М4А1 Sherman с 76-мм пушкой, которая находится на бомблейтинге 4.7. И давайте поговорим о броне этого танка. Ну, хотя, что тут особо говорить? Броня у него картон, то есть Sherman в лоб ваншотится почти всеми противниками, которых он только может встретить на данном Бэре. То есть, ВЛД 63,5 мм толщиной, НЛД тоже 63,5 мм, но наклон не такой уж и хороший. То есть, тут у нас угол встречи снаряда с броней 39 градусов, тут 36 градусов и, как я уже сказал, ваншотится он в лоб только так. Так что, главная защита данного танка это просто не подставляться под обстрел. Ну, хотя бы зенитки он лбом держит и на том спасибо. Маска орудия 88,9 мм. Тоже ничего такого особо выдающегося, поскольку на данном Бэре наши противники зачастую имеют бронепробитие свыше 100 мм. Так что, пробивается и маска орудия, в том числе. Борт 38,1 мм. То есть, зенитки в борт нас уже разбирают только так. И борта на этом танке даже зениткам нельзя подставлять за гусеницами. Также 38,1 мм. Башня по периметру 63,5 мм. То есть, немного покрепче, чем борт, понятное дело. Но, тоже ничего особо выдающегося. И корма 38,1 мм. То есть, корма, борта. Зенитками разбираются просто на ура. И имейте это ввиду. Ну и крыша корпуса 19,5 мм. Крыша башни 25,4 мм. То есть, также некоторые самолеты могут и в крышу пробивать данный Шерман. Ладненько, давайте уже перейдем к экшону. Ну а если говорить о моих впечатлениях от данного Шермана, то данный танк нормальный, скажем так. То есть, особых восторгов от него я не испытываю. Но и кактусом он тоже не является. То есть, на данном Шермане можно добиваться очень даже и неплохих результатов. При правильном применении, понятное дело. То есть, если помнить о том, что данный танк является картонной коробкой и ваншотится при первом же пробитии. Но вот при осторожной игре плюсы данного танка раскрываются очень даже неплохо. Так, ну а противников-то встречу или нет сегодня? Ох, какая жуть творится. О, тигр. Чпок. Вот это, я понимаю, выстрел был. Ну, если кто не понял, я сейчас тигру попал прямо в смотровую щель мехвода. То есть, вокруг смотровой щели у тигра, там дополнительные броненакладки толщиной 80 миллиметров и суммарная толщина 180 миллиметров в этих местах. Но сама щель смотровая у тигра является дыркой в броне. Если получится туда снаряд просунуть, то можно вот таким образом ваншотнуть тигра. Ну, хотя мне, конечно, очень повезло сейчас, что я попал именно в саму щель и снаряд туда просочился. И то, что я не попал чуть выше или ниже. Чувствую, хороший бой будет, если так везет в самом начале. Ну, для начала давайте поговорим об орудии данного Шермана. И на нем установлена 76-миллиметровая пушка М1. Каморные снаряды к данному орудию имеют бронепробитие в 116 миллиметров на удалении в 500 метров. Ну, и также каморные снаряды имеют 63 грамма взрывчатки. И, как следствие, их обычно хватает для ваншота противника при пробитии в район боевого отделения. Так что, разного рода 34-ки и 4-е панзеры ваншотятся нами элементарно в лоб. А вот с более серьезными противниками могут быть уже проблемы. То есть, тигров мы, в принципе, тоже в лоб пробиваем. Но это если тигр стоит идеально ровно лбом к нам. А вот если тигр начинает ромбовать, то мы его уже не пробиваем. Ну, и как следствие, против всяких ромбующих тигров и прочих целей с хорошей броней, имеет смысл использовать сплошные снаряды. То есть, у сплошных снарядов бронепробитие получше, чем у каморников. Но при этом, понятное дело, у сплошных снарядов и за броневое намного хуже. Так что, тут сами усмотрите. Ну, и если мы говорим об орудии данного Шермана, то не лишним будет также упомянуть, во-первых, о очень хороших углах вертикальной наводки данного орудия. То есть, аж минус 10 градусов. И как следствие, можно играть от рельефа местности. Ну, и также у пушки данного Шермана есть стабилизатор. Ну, то есть, наличие стабилизатора означает то, что нет раскачки орудия при остановке. Ну, и также у нас есть возможность введения довольно-таки точной стрельбы на ходу. На малой скорости, разумеется. То есть, стабилизатор и такое позволяет. То есть, если вы на Шермане одновременно выкатываетесь с противником лоб-лоб друг на друга, то у Шермана частенько бывает право первого выстрела, скажем так. Так что, 76-мм пушка М1, это в целом неплохое орудие с хорошей баллистикой и с неплохими каморными снарядами. Хотя, конечно, бывает такое, что иногда не хватает бронепробития, иногда не хватает заброневого. Но, в общем и целом, впечатления от данного орудия у меня положительные. Кстати, если вы встретились с Пантерой, то ей стрелять нужно в маску орудия. То есть, пробитие в маску орудия заканчивается выносом башнеров. И также часто ломаются приводы наведения. А также казенник. Ну, тут, правда, я Пантеру не успею забрать, у меня ее сейчас помогут. Но, наглядно я продемонстрировал, в принципе, как с Пантерками бороться. Вообще, если вы меня спросите, то самые опасные противники для данного Шермана, это первые и вторые ясяны. То есть, в принципе, мы, конечно, можем их пробивать в башню. С малых дистанций они пробиваются и в НЛД. Но с ИСов частенько бывают рикошеты, которые заканчиваются ответной подачей нам в лоб с ваншотом. Ну и тут, между делом, я еще и по башне получил. Спасибо, что не ваншот. То есть, противник попал мне именно в башню, а не в борт. И кто это сделал, интересно знать. Бэмби разбираться едет. Ох, блин, сковородка. Ну, попробуем ей под маску орудия снаряд просунуть. Отлично, снаряд просунут. И попробую сейчас как раз-таки с данного холмика еще пострелять по противнику, используя очень хорошие углы вертикальной наводки. Так, ну давайте заберем еще сейчас пару зениток этих. И все с этим боем будем на следующий бой переключаться. Ну, углы вертикальной наводки прям реально очень радуют. То есть, даже из такой позиции можно вести огонь. А на какой-нибудь 34-ке пришлось бы полностью выкатываться. Скатываться. Фикс. И давайте. Чпок. Ну, а если говорить о других Шерманах с 76-мм пушкой, то они хуже, чем М4А1 с 76-мм. Ввиду того, что у них более высокий боевой рейтинг. И, как следствие, они чаще попадают против всяких тигров и пантер. Ну, то есть, у них не такие хорошие боевые условия. А вот М4А1 с 76-мм пушкой. В принципе, на нем можно играть довольно-таки неплохо. Я вот помню еще те времена, когда я только этот танк выкачивал. Когда, блин, 34-ки рикошетили каждый второй снаряд. Вот тогда реально боль была на данном Шермане. Да и на других тоже. А сейчас, когда 34-ки так дико не рикошетят. Когда Шерманам добавили стабилизаторы. И, как мне кажется, еще увеличили им подвижность. То стало комфортно играть, скажем так. Более-менее. Хотя, конечно, нужно учитывать общую картонность Шерманов. И то, что они ваншотятся в лоб зачастую большинством своих противников. На данном боевом рейтинге. Ну и да, я же вам еще не рассказал о подвижности данного танка. Ну, подвижность у него, в принципе... О, погодите. 34-ка. Блин, чувак, конечно, везунчик в кавычках. То есть, пальнул мне в лобешник. И умудрился попасть в гусеницу. Хотя попадание в ВЛД закончилось бы тем, что он бы меня сваншотил. Ну, не повезло, бывает. Что поделать. Ну, так вот, возвращаясь к подвижности данного танка. Подвижность у него, в принципе, очень даже неплохая. То есть, и динамика разгона хорошая. Разгоняется он бодренько. И максималка высокая. Так что, к подвижности у меня вопросов нету. И этот Шерман может кататься вполне себе наравне с другими средними танками. Что, понятное дело, меня не может не радовать. Ну и да, все-таки не лишним будет отметить то, что гусеницы у этого Шермана очень узкие. Ну и как следствие, если данный танк попадает все-таки на рыхлый какой-то мягкий грунт, то это будет иметь негативные последствия для его подвижности. Ну, а даже в таком случае подвижность будет оставаться на приемлемом уровне. Ну, вот что реально плохо с подвижностью у этого танка, так это скорость заднего хода. То есть, назад он сдает со скоростью аж 4 километра в час. То есть, чтобы вы понимали, если вы выкатитесь внезапно на противника, то закатиться обратно вы уже, скорее всего, не успеете. Ну и данный момент постоянно приходится учитывать, когда вы занимаете какую-то позицию. Или просто едете куда бы то ни было. То есть, если вы встретили противника, лучше не пытаться откатываться, а сразу начинать стрелять по нему. Благо, что, как я уже сказал, стабилизатор действует. И данный Шерман может даже на ходу вести огонь при малой скорости. О, смотрите, Тигр стоит, бортом танкует. Ну, в борт Тигра пробить это вообще не вопрос. То есть, по бортам с данного Шермана накидывать это одно удовольствие. И за броневое у снарядов есть, и у пушки скорострельность очень даже неплохая. Так что, если заехали к какому-то противнику в борт, то, понятное дело, этим нужно сразу же пользоваться. Вообще, если так подумать, то к данному Шермана у меня всего две претензии. Первая претензия это крайне хреновая скорость заднего хода. А вторая претензия это слабое бронирование, которое толком ничего не держит. В остальном, танк, в принципе, очень даже неплох. И играть на нем можно. И нужно даже. Ну, в любом случае, на этом у нас на сегодня все. Надеюсь, это видео было кому-то интересно. И всем спасибо, всем до свидания.